Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Цархал нанес удар по штабу террористов, который располагался в гуманитарной зоне Аль-Моаси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, ликвидировав трех высокопоставленных командиров Хамаса. Израильская армия отметила, что предприняла многочисленные меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения, воздушного наблюдения и разведывательных данных. Тем временем ситуация на северных рубежах остается крайне напряженной. Сегодня израильские ВОС атаковали военные объекты Хизбаллы в ряде населенных пунктов Южного Ливана. Помимо этого усиливается террористическая активность в Иудеи и Самарии. Военнослужащие по-прежнему проводят рейды в лагерях беженцев, производя аресты скрывающихся боевиков. Израильский парламент узаконил послабление для несостоятельных должников. Новый закон запрещает адвокатам взимать за услуги более 242 шекелей или 10% от суммы задолженности, если долг не превышает 4,5 тысяч шекелей. Также отныне не разрешается описывать имущество, если сумма задолженности не больше 35 тысяч шекелей, а кредитором является корпорация. Отмечается, что нововведение продвигала сама Государственная служба судебных исполнителей. Там ожидают, что оно сократит примерно вдвое число визитов судебных инстанций в дома задолжников. Инициатор закона, министр юстиции Израиля Ерев Левин, назвал его социальной благой вестью первостепенной важности. Молдавия не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань, для празднования Еврейского Нового года. Правительство республики сослалось на сложную ситуацию с безопасностью в регионе. В официальном заявлении говорится, что меры приняты для предотвращения возможных инцидентов на фоне нестабильной обстановки в приграничных районах. Напомню, что ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в город Черкасской области, в котором находится могила основателя брасловского хасидизма Раби Нахмана, жившего в конце 18-го – начале 19-го века. Так, в прошлом году 30 тысяч верующих из Израиля приехали транзитом через Молдавию в Умань. В Нитании решили построить национальный центр психологического здоровья и поддержки солдат регулярной службы и резервистов. Стоимость проекта оценивается в 150 миллионов шекелей. Его создание вызвано необходимостью оказания комплексной помощи военнослужащим, особенно в свете войны, продолжающейся уже год. Главная цель – предоставление инструментов для профилактики, диагностики и лечения, что позволит солдатам быстро вернуться к службе и вести здоровый образ жизни после демобилизации. По мнению идейных представителей, новый комплекс станет новаторским центром. Кнесет утвердил законопроект о создании национального реестра прививок в Израиле, который будет содержать записи обо всех вакцинах, сделанных гражданам страны и доступен в цифровом формате. На реализацию нового введения выделили примерно 1 миллион шекелей. Этот шаг предназначен для повышения эффективности управления вакцинацией и обеспечения прозрачности в области здравоохранения. Реестр предусмотрен только для целей, обозначенных в законопроекте, и поэтому гарантирует защиту личной информации. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях – Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. В гостинице «Украина» прошла встреча молодежного клуба «Стмэгги. Джуниор». В программе мероприятия были комедийное шоу, коктейльный бар и лотерея с розыгрышем ценных призов. Лена Музык расскажет подробнее. Летние каникулы, полные солнечных дней и беззаботного отдыха подошли к концу. И члены еврейского молодежного клуба «Стмэгги» вновь собрались вместе, чтобы открыть новый учебный сезон. Активисты клуба с нетерпением ждали этого момента, ведь за лето успели соскучиться по масштабным мероприятиям и веселым встречам в стиле «Стмэгги. Джуниор». «На протяжении трех летних месяцев наши активисты занимались, учились, ходили на уроки, на мероприятия. И среди тех, кто активность себя проявил этим летом, мы разыграем сегодня призы, главным из которых будет поездка в Дубай». В условиях современного мира, наполненного различными вызовами, молодое поколение стремится сохранить традиции, которые передавались из поколения в поколение. Семейные ценности еврейской молодежи в общении играют ключевую роль в формировании их идентичности и социальной культуры. «Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию сезона «Старс» совместно с «Стмэгги. Джуниор» и «Геулы». Здесь мы собираем ребят, которым интересно молодежное движение, которые хотят развиваться. И также мы здесь собираем молодые семьи, которые хотят продолжать после свадьбы вести активный общественный образ жизни. Для этого мы создаем все условия». Молодежь активно участвует в современных мероприятиях и образовательных программах. Это помогает им углубить понимание своих корней и ценностей. Эта общественная деятельность не только укрепляет семейные узы, но и формирует чувство принадлежности в еврейском обществе. «Мне очень приятно осознавать, видеть то, как развивается наш клуб, ту поддержку, которую оказывают нам и наши активисты, и наше руководство. И хотел поблагодарить, несомненно, Германа Рожбиловича Захаряева, Эмиля Захаряева, также Рава Врама Иллигуева, Максима Давыдова. Это люди, которые с самого начала вели наш клуб, помогали развиваться и давали поддержку нашим самым смелым идеям. Надеюсь, что дальше у нас будет больше. Спасибо большое. Конечно, важно понимать, что все это делается только для вас, для молодежи, для еврейских ребят, чтобы вы могли всегда прийти, изучать наши традиции, чтобы это было вам интересно. В вашей компании со сверстниками, с интересными разными уровнями и программами, так, чтобы каждый мог найти именно то, что подойдет ему. Мы ждем вас. Регистрируйтесь на наши проекты и приходите учиться в общине. В программе мероприятия были приглашенные гости. Они делились своими уникальными историями и идеями, добавив ярких красок вечер. Каждым разом это все на более и более высоком уровне. И что интересно и приятно, руководство пытается подтягивать в первую очередь своих активистов, свою молодежь. Вот в этот раз мне попалась, выпала такая удача, что я проводил большую часть мероприятия. Поэтому, ребята, никто не стесняйтесь быть активистами, предлагайте свою инициативу, и у вас обязательно все получится. В кульминационный момент вечера прошла лотерея, где участники могли выиграть ценные призы, что добавило азарт и радость к общему настроению. Счастливчики уходили с подарками и укрепляют дружеские связи. Новый учебный сезон начался с позитива, и впереди активистов ждет множество увлекательных мероприятий, которые сделают это время незабываемым для всех членов клуба. На самом деле, очень неожиданно было выиграть сразу два приза, потому что, ну, это, ну, можно сказать, очень редко такое бывает. Спасибо большое с Мэгги Джуниор за организацию таких мероприятий. Очень благодарны всем. Спасибо за уроки, которые были все лето. Мы с удовольствием посещали. Я была абсолютно на всех уроках. Мы очень рады продолжать приходить в эту общину. Терраса гостиницы «Украина» превратилась в идеальную площадку для новых встреч, знакомств и творчества. В уютной обстановке, окруженной дружеской атмосферой, молодые люди делились своими желаниями и планами. Обсуждения были наполнены энергией и креативом. Каждый новый сезон – это новая возможность для роста, образования и сплочения сообщества. И клуб «Стемэгги» с нетерпением ждет новых свершений. В этом году у нас планируются новые группы. Группа «Старт для девочек», для семейных пар, опять же. По итогам года ребята, которые будут активно посещать наши занятия, смогут поехать своей отдельной поездкой в Шанхай. Программу, которую организовывает «Яхот». Поэтому всех приглашаем и всех ждем. Сплоченность и креативность – это то, что делает клуб «Стемэгги» Джуниор уникальным. Каждый участник вовлечен в процесс, что дает возможность каждому почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Впереди множество встреч и мероприятий, которые обогатят опыт и подарят незабываемые впечатления. И последняя медиагруппа «Первый еврейский» приглашает принять участие в еженедельном розыгрыше трех изданий Международного благотворительного фонда «Стемэгги», «Молитвенника», «Книги весомлов» и «Торы». Для участия необходимо лишь подписаться на наши каналы в Ютубе и Телеграме. Перейдите по ссылке, которую видите на своих экранах, либо отсканируйте QR-код. Розыгрыши будут проводиться по пятницам, в итоге подводиться по понедельникам. Выпуски новостей на Первом еврейском и в Телеграм-канале Первый еврейский. Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmeggi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях Международного отделения «Стемэгги Джуниор» и многое другое. Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый еврейский, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова